а сейчас я расскажу вам про матрицу модуляции третью вкладку сид за трассируем его неотъемлемую часть сейчас запущен дефолтный пресет и поэтому модуляции отсутствует давайте от модулируем к примеру чистоту среза фильтра с помощью of o1 и с помощью of o1 также от модулируем и громкость осциллятора а все достаточно просто я думаю вы прекрасно понимаете что я делаю потому что и лфо и фильтр и настройки осциллятора вы изучили в предыдущих видео зайдем матрицу модуляции мы видим то что две строчки теперь не пустые я расскажу вам про значение всех столбцов по порядку первый столбец называется source и он указывает что именно модулирует какой-либо параметр в данном случае у нас указано и лфо 1 это означает то что и лфо 1 модулирует частоту среза фильтра то есть котов и громкость осциллятора а зайдем во вкладку осцилляторов и как вы можете видеть по синей оболочке на ручке уровня громкости осциллятора а и частоте среза фильтра с помощью of o1 громкость и котов модулируется это как раз указано в матрице модуляции далее идет керф с помощью этого параметра можно задать гладкость модуляции для этого нужно потянуть вот эту вот функцию вниз либо вверх на маленьком положении модуляция становится резкой фильтр в данном случае открывается достаточно резко обратите внимание на дисплей фильтра он резко открывается однако на высоком положении фильтр будет сразу открываться и в открытом положении удерживаться в отличие от предыдущего случая когда он резко открывался и закрывался вернем керов в нулевое положение для этого можно зажать клавишу control и нажать по этой в синенькой функции левой клавиши мыши получилось дефолтное положение если керов не горит синим цветом а просто серое это означает то что этот параметр не задействован дальше идет ручка и mount который аналогично синему колесу которая расположена верхней левой части каждого параметра который был от модулирован чем-либо примеру макроконтроллером либо огибающий либо лфо вот и тяну это синее колесо меняется диапазон модуляции давайте я выкручу почти в конец и зайду в матрицу модуляции как вы видите ручка и mount у меня отодвинута достаточно сильно направо попробую я эту ручку сделать ближе к середине зайду в раздел осцилляторов и как вы видите ручка котов модулируется не вот так вот сильно как я оставил ранее а всего лишь 9 до 10 часов также можно от модулировать эту ручку примеру в обратное положение раньше она модулировать право а теперь будет влево зайдем матрицу модуляций и ручки mount повернута влево можно сделать вывод то что ручка mount аналогичная вот этому синему колесу это синее колесо и есть и mount то есть количество модуляции или же диапазон модуляции попробуем слушать звук который получается и передвигать ручкой mount как вы можете видеть справа от ручка модуляции находится дисплей по которому видно как происходит модуляция ручки далее идет раздел destination в данном разделе указывается какой параметр подвергается модуляции написано фильтр котов и эй вол это означает то что модуляции подвергается частота среза фильтра вот она и уровень громкости осциллятора а если кликнуть на название параметр который модулируется откроется перечень всех параметров которые имеются в синтезаторе serum а если кликнуть по модулятору который находится в разделе source в данном случае это лфо 1 то открывается список всех модуляторов синтезатор serum это модуляционное колесо 3 огибающих 8 лфо в зависимость от силы нажатия ноты здесь содержится все модуляторы синтезатора serum теперь насчет раздела destination открываем меню в разделе осциллятора находятся все параметры находящиеся в осциллятора который можно модулировать аналогичная с осциллятором b в осцилляторе noise находится параметр который располагается в noise осцилляторе которых можно отмоделировать в разделе саб осциллятора модулируемые параметры саб осциллятора аналогично и с огибающей здесь есть отдельные параметры для каждой огибающей далее раздел фильтр в котором вы найдете перечень всех ручек которые подвергаются модуляции раздел lfos который нужен исключительно для того чтобы от модулировать чистоту и лфо раздел global он достаточно интересный можно поставить модуляцию высоты тона всего синтезатора или же мастьюн амплитуду то есть громкость всего синтезатора и параметры частоты эффекта house который мы рассмотрим позже далее идет самый большой раздел и tfx здесь располагается все ручьи которые находятся во вкладке эффектов и подвергаются модуляции я листая никак не могу долистать до конца потому что здесь очень много параметров и вот я долистал и последний параметр constant который пока что не доработан далее идет столбец type он позволяет выбрать тип модуляции будто на односторонний или двухсторонний кликнув по стрелочке у нас стрелочка становится двухсторонний кликаем снова она становится односторонний попробуем модуляцию одностороннюю и двухсторонний вот как она выглядит модуляция в две стороны как вы можете видеть по синей оболочке на ручке котов фильтра находящегося в разделе осстреляторов также пробуйте нажать на ручку котов правой кнопкой мыши и зайти в меню mode source это меню аналогично меню source во вкладке матрицы модуляций это тоже самое как видите модуил 3 огибающих 8 лфо и здесь также мод source модуил 3 огибающих 8 лфо и так далее включим одностороннюю модуляцию и двухстороннюю каждый вид модуляции полезен по-своему иногда может пригодиться двухсторонний модуляции иногда односторонние вариантов массы далее нам встречается раздел мод который помещает себе какую-то звездочку при нажатии на нее открывается меню есть пункт со звездочкой в скобках инф означает инвертированный режим просто-напросто у нас модуляция будет другую сторону идти вернемся к обычной звездочки у нас теперь играет как раньше режим инвертации позволяет делать модуляцию задом наперед и также есть режим байпас просто-напросто модуляции не происходит никакой и дальше идет параметр aux source примеру если вы хотите чтобы можно было регулировать силу влияния его фон на частоту среза фильтра можно в aux source поставить например макроконтроллер 1 и с помощью макроконтроллера можно будет регулировать силу воздействия лфо и к слову макроконтроллера можно называть допустим вам хочется назвать его лфо power то есть мощь лфо для этого нужно нажать на macro one два раза в случае если вы хотите наименовать три остальных макроконтроллера нужно поступать таким же образом просто кликать на название стираем все что содержится там просто нужно нажать для лет либо экспейс и писать что-то свое пускай это будет его full power меню aux source аналогичным меню source и аналогично меню aux source который располагается в меню каждого параметра синтезаторе serum вот и нажал правой кнопкой мыши на параметр котов и у меня есть меню aux source в котором содержатся те же самые параметры что и в меню aux source из матрицы модуляции далее идет параметр curve который аналогичен параметру curve возле колонки source он тоже позволяет настроить резкость и кризисную модуляции только в роли модулятора выступает параметр указанный в aux source в данном случае это макроконтроллер под номером один однако можно поставить например lfo зависимость от ноты или что-нибудь другое еще если даже я поставил lfo power наполовину с такой большой настройкой киров у меня в силу будет стопать lfo уже на значение половины однако если наоборот сделать резкость отрицательной то мне нужно будет выкрутить обязательно сто процентов ручку lfo power то есть макроконтроллер под номером один чтобы добиться того чтобы лфо играла в полную мощь но я считаю не имеет смысла вообще настраивать этот параметр лучше оставить его на нуле зажимаем клавишу control и кликаем по параметру киров левой клавиши мыши теперь output в принципе output это то же самое что и ручка lfo power попробуем ее крутить и крутить параметр output то есть помощью параметра output можно регулировать силу модуляции даже если у вас данный параметр ничем не регулируется в разделе ауксорс и последняя фишка как вы видите самая правая колоночка output а справа от нее есть стрелочка нажимаем на нее и мы можем сортировать теперь наши модуляции либо по модуляторам для этого нужно назвать sort by source либо по тем ручкам которые подвергаются модуляции то есть sort by destination давайте откроем какой-нибудь сложный пресет для того чтобы наглядно убедиться в этом вот такой вот интересный звук нажимаем sort by source и смотрите сначала идет лфо 1 колонки source зачем лфо 2 и потом макроконтроллер если нажать sort by destination то в разделе destination модулируемые параметры будут сортироваться таким же образом как они расположены вот в этом меню сначала идет и и волюм и в тыл позициян бивор для начала параметры из раздела осцилляторов а затем уже идут и другие параметры мы стил находится в самом конце и вы можете посмотреть в разделе global который находится в принципе в конце находится параметром из тюн вот что такое сортировка модулируемых параметров иначе sort by destination матрица модуляции это очень полезная вещь она обязательно вам пригодится при создании новых звуков